В подмосковном совхозе имени Ленина неизвестные попытались захватить здание Дома культуры. Выяснилось, что группу крепких молодых людей пригласил новый руководитель ДК, назначенный местными муниципальными властями. По его словам, это сотрудники ЧОПа, которые будут сторожить имущество Дома культуры. На новом месте новые охранники сразу почувствовали себя как дома. Обнаружила в помещении артистическое место, где они спали. Там были разложены матрасы, раскладушки. Они решили жить у нас в Доме культуры. Узнав о происходящем, местные жители стали собираться у здания, где в бесплатных кружках и секциях занимаются их дети. И с изумлением узнали, что ДК якобы нуждается в защите от директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который собирается лишить детей занятий, а педагогов работы. Возмущению жителей поселка не было предела. Пытаются вывернуть так, что Грудинин-подлец лишил детей занятий. Это неправда. Я знаю, что Павел Николаевич, он всей душой переживает за детей. И все, что касается социального благополучия детей, это в первую очередь его забота, его переживания, его труд. Господин новый директор ДК, в общем, его и господином-то нельзя назвать, говорил о культуре и о доверии. О какой культуре может идти речь, если он через слово употребляет блин? И я понимаю, что я не хочу, чтобы мои дети даже этого услышали. Моя старшая дочка ходит уже несколько лет в ДК. Все кружки бесплатно. Мы ходим на художку. Мы в том году ходили на танцы. Мы уже несколько лет ходим на пение. Слушайте, прекрасные преподаватели, замечательная ДК, кому что происходит, зачем хотят отобрать. Пригнали 20 здоровых мужчин в рабочее время. Смеются нам в лицо, говорят, а где же ваши мужики? А где наши мужики в рабочее время? Наши мужья, мой лично муж и все остальные, они на работе в рабочее время. Просто болит душа из-за того, что тут все происходит несправедливо. И, к сожалению, власть пока не на нашей стороне. Не хотят слышать граждан. Руководитель народного предприятия обратился к собравшимся, пообещав, что не даст в обиду их детей. А Дом культуры продолжит работу в обычном режиме. Все эти инсинуации на тему того, что совхоз Ленин обидит детей, все кружки будут работать. Без исключения. Кто с детьми заниматься будет? Сотрудники здравительного центра, который берет на себя всю работу, которую раньше вел. С педагогами что станет? То же самое. Они все перейдут совхозами Ленина. Все кружки, которые работали, будут работать. Все занятия будут бесплатными. Павел Грудинин убежден. Скандал вокруг недвижимости на территории совхоза – очередной эпизод непрекращающихся рейдерских атак на предприятия, аграрные достижения и передовой опыт которого в ноябре были отмечены Минсельхозом. О мерах соцподдержки работников знает вся страна. В то время как в стране продолжается рост цен и обнищание народа, совхоз имени Ленина мог бы стать флагманом в борьбе с экономическим кризисом. Однако народные предприятия продолжают атаковать рейдеры. Если им удастся добиться своего, подмосковному островку социализма грозит уничтожение. Потому что им дана команда. Они не называются, они не представляются, они не хотят общаться ни с кем, ни с полицией, ни с кем. Они просто привезены сюда, вот такие боевики. Они устроили из Дворца культуры полигон для оперативных действий по вмешательству в жизнь совхоза. Красиво, это у них вроде звучит. Грудинин, отдай дворец. Так мы его и отдаем. Только детям, а не бандитам, которые вот сейчас пришли захватывать это все. Мы будем следить за развитием событий в совхозе имени Ленина.